Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы делаем блины. Присоединяйтесь к нам. Мужские блины с пятью яйцами на небольшое количество муки и чуть-чуть молока. Не знаю, что получится, но говорит такой мужской рецепт. Строго придерживается правил. Будем ждать результат. Мне кажется, что должен получиться замечательно вкусный сладко-соленый омлет. Но муж говорит, что должны получиться блины на масленице. Давайте поспорим. Так-то все? Нет, есть еще. И масло, да, добавляешь? И почему-то нельзя в мужской версии блинов пользоваться миксером. Я не знаю почему, но почему-то нельзя. Почему? Неэкономично. Неэкономично? Неэкономично. Неэкономично, ааа, неэкономично говорит. То есть мы должны, по идее, носить воду коромыслом. Да? Я кокошник тебе подарил. Кокошник. Кокошник это... Ааа, это такая деревянная штуковина. Похожа на гильотину. А для чего она в итоге-то? Ну, надевать. Это для красоты, наверное. Хорошо, а в реальности она для чего? Для полку пилить. Это для полки, да. Понятно. Так, и вот теперь эту абсолютно жидкую жидкость сейчас мужчина будет жарить. И убеждать меня, что это блины. Вот интересно, получится длина или нет? Так, ладно. А почему на дальнюю? Потому что вот эта сковородка не работает с... А, понятно. А, это не индукционная сковородка, да? Ну, она специальная. Видите, какая интересная сковородка. Такая плоская абсолютно. У меня все масло разбрызгивается из этой сковородки. Но мужчинам-то, наверное, же все равно. Они же потом будут это масло убирать. Поэтому нормально. Мы берем плоскую сковородку. Нормально. Так, положено. А что ты ищешь? Я ищу лопаточку. Вот, она прямо перед тобой висит, смотри. Нет, это короткая лопаточка. Длинная-длинная. Видишь, какая лопаточка? Нет, у нас длинная лопаточка. Так, масло. И почему-то должна быть только вот такая вот лопаточка. Ну, по-другому, ну, никак. Кстати говоря, видите, на ней тоже белые пятнышки остаются после мытья. Все равно от нашей воды. Вот так. На всем черном видна наша вода, которую я вам рассказывала. Так, что дальше? Дальше она должна прогреться, да? Серьезно. Дальше подогреваем тарелку. Серьезно, ребята. Чтобы блины не остывали. А, чтобы блины не остывали. Ясно. Да, без язвительности в голосе. Да, без язвительности в голосе будем созерцать, как жарятся блины. Действительно, вот то, что она такая жидкая, нормально? Нормально. Интересно. Они должны быть тонкие. А, чтобы блины были тонкие, она должна быть вот такая жидкая, да? Да. А я вот всегда почему-то боюсь вот такой жидкой тесто жарить. Я тоже боюсь. Ты тоже боишься? Так, хорошо. Ну, давай. Ладно, первый блин всегда комом пропускай. Не, не надо первый блин комом. Как? Ты умеешь хорошо же готовить блины? Не надо комом. Нет, первый не пропускаем. Все вместе. Давай. Вперед. Ты так сильно-то не болтыхай этой штучкой, мне потом стены мыть. Я понимаю. Ну, так чья работа? Ага, какой хитрый. Как-то мы с вами. Так, вот и надо поближе вот эту штучку, она сейчас будет еще дорожка из блинов. Будет не без того. Так, ребята, момент истины. Ой, какая же жидкость, боже мой. Ну, холодная сковородка пока что. Ты на девятку поставил? Восемь. Ну, а что, восемь. Она же медленно греется. Ну, сейчас, сейчас. Надо на максимум. И она толстая. Самое сложное в приготовлении блинов, это не жрать их быстрее, чем они жарятся. А-а-а, а мужчины так обычно поступают, да? Здорово. А мы-то как раз красиво складываем, стол оформляем. Нет, у вас так не получается? А вы их съедаете прямо со сковородки, что ли? Самое вкусное жрать прямо со сковородки. Кошмар, как животные. Кошмар. Вы интеллектуальные животные. Мы по сути животные. По сути животные. А, женщины? Самки, что ли, с нас возьмешь. Самки? Да. А вот вопрос, есть ли душа у женщины? Вопрос 16-17 веков. Уже обсужден? Обсужден. И к какому выводу вы пришли? Нету. Нету души? Да. Несмотря на позднее решение. А вот он звучал так, а человек ли женщина, есть ли у нее душа? И на эту тему писались трактаты. А вот все-таки человек ли или все-таки и не человек? Друг человека. А, друг человека. А я думала, мужчина друг человека, гав-гав. Нет? У меня не разошлись. Ага, понятно. А ты-то сам куда пошел? За маслом. А за каким? За сливочным. А нам нужно сливочное еще масло? Обязательно. А почему блин с дыркой? Это не дырка, это отверстие. Это отверстие. Сразу-то есть не надо? Надо. Ну что, вкусно? Угу. Омлет получается или все-таки блины? Блин, прекрасно, вкусно. Да? Ну давай, посмотрим. Слушайте, действительно получается, а мне почему-то не получается. Не, ну как, я просто боюсь. Я такой... Получается тонкий, красивый. Я такое не делаю, вот такие вот прям совсем жидкие. Я боюсь почему-то, что они не за... Ну, наверное, потому что я меньше яиц кладу. Если кладется так мало яиц, то, конечно, они будут разваливаться. Боже мой, вы видели, какой уж шмот масла? Сейчас кладется на каждый блин. Ребята, то есть мы сейчас будем просто скользить по кухне, съев один блин, я так чувствую. Я буду выскальзывать из одежды. Ты что? Зачем столько масла? Чтобы сожрать его. Боже мой, ты сразу что ли вы есть будешь? Да. Понимаешь, проблема как раз в том, что сжирается быстрее, чем жарится. Сахара мало. Сахара мало? Ну вот стоит сахар прямо перед тобой. Ну ладно. Нормально. Ну только зачем они сильно сладкие? Его не надо сейчас перевернуть уже? Не надо. Пусть догорает. Так я так поняла, ты для себя жаришь и тут же съедаешь. Жаришь и съедаешь. Ну да, мы не успеем попробовать. В этом как раз проблема жарки блиновых состоит. У мужчин? Да. А красивые, смотрите, какие получаются. Мне нравятся. Слушай, странно. Вроде друг человека, а жарят хорошие блины. Вот это дуализма. Дуализма? Да. Трансцендентральный дуализм. Вот как. С утра уже? С утра уже набрался. Дуализма? Полстакана. Полстакан дуализма, понятно. Так, ну этот ты тоже съешь, я так понимаю. Пока ты не позавтракаешь у кого плиты, ты не успокоишься. Да куда же ты его еще тоже вылупаешь? Жрать хочется. Ясно. Что ли, льешь без масла? Ну, я же налил масло в тесто. А я бы чуть-чуть налила еще на сковороду. Не надо, нормально. Мастер-класс у нас с вами сегодня по готовке блинов мужского варианта. Итого. Да. Три яйца на одного человека. Три яйца, две столовые ложки сахара. Не маши так рукой, сейчас с ума сойдет опять камера. Пол чайной ложки соли. Так. Добавить... Пол чайной ложки, боже мой. Добавить муки. Добавлять муки, медленно помешивая, до состояния густого теста для оладьев. До вечера. Перемешивать 10 минут до совершенно однородной полужидкой массы. Да. Пока ваш ребенок обсыпается мукой сверху, себе на голову все высыпает и выливает сверху масло, вы не обращая ни на что внимания, 10 минут медленно, с кайфом мешаете блины. После этого добавить молока до получения жидкого теста, легко стекающего с ложки. Ложка должна быть правильного объема, соответствующая площади сковорода. А что, первый половник не подошел? Да, вот густота теста. Я могу, конечно... Вот видите, мы уже меняем половник, теперь значит половник уже не подходит, вот этот больше подходит. Так, интересно. Должен хорошо смачивать половник, истекать, оставляя легкий след. И опять не наливаем никакого масла? Не опять, не опять, а снова. Снова. То потухнет, то погаснет. То потухнет, то погаснет. А, нет, все, я уже... Что, я опять сожру сейчас. Я как раз хотела сказать, что... Опять сожру уже. Странно, что до сих пор не съеты блины, а они уже съеты. Ну, еще не все. Видишь, уже начинают образовываться. Опять масло. Я не могу, возможно. Невозможно? Невозможно удержаться. Ну, ешь, ну что делать. Так. Хорошо, да? А вот личный вопрос, можно ли быть и физиком, и лириком, и математиком, и химиком в одном лице? Как ты считаешь? Можно. Особенно если не жрать при этом блины, то можно. А почему не кушать, например, не есть? Жрать. Нажрать. В целом блине жрать. А надо при этом гавкать, хрюкать? Можно. Можно. Рекомендуется. А сейчас, по-моему, у тебя блин горит, нет? Мне так не кажется. Не горит. Я уменьшил газ. А у нас вообще электричество. Ну, в общем, короче, закрыл поддувал. Ага, ясно. Так. Такие прям сильно поджаристые, да, должны быть? Нет, нет, они, конечно, не должны быть такие поджаристые. Потому что я люблю прям светленькие. Но ты знаешь, я вам делаю светленькие. В меру поджаристые. Это я перебрал. Сахара и соли, конечно, недостаточно. Это я поддался на твои провокации. Чтобы они были более пресные. Чтобы можно было и с окрой есть, и с вареньем совсем. А если сильно пересолодить и пересолить, на мой взгляд, то можно есть только с сахаром. Со сладким с чем. Будут еще вкуснее. Да? Да. Можно хоть с селедкой есть. С селедкой это мощно. Это не мой вариант. Это в Гоголе с селедкой кушать. Я не могу. Ты любишь селедку? Ну, с икрой едят. Ну, с икрой я могу. В общем-то, селедка не могу. Ну, вот видишь. Я не помню. Не развитый у тебя вкус. Съела? Неразвитой, да. Съела? Нет, пока еще не съела. Пока еще только ты кушаешь. Не без того. Опять масло, смотрите. Ну, что же такое? Ты что, сливочное? Сливочное. Машинное же. Сколько же у нас масла сейчас будет? Пол пачки. Пол пачки. Значит, дальше. Вот я уж не буду это делать, показывать и шокировать окружающих. Но вообще-то, блины подаются с пиалой, заполненной расплавленным сливочным маслом. О, боже, сейчас меня начинает подташнивать. Куда сложенный блин макают. О, мама дорогая. С него стекает масло. Ну, еще даже Гоголь писал, что он завидует господам средней руки, которые вот так могут есть блины. В то время как у Гоголя, скорее всего, была язва, и он не мог кушать вот так вот, как они кушают. Потому что он так со вкусом это описывал. Ему все это так хотелось. А у него тоже нехорошо, когда столько масла. Плюс потолин. А, кстати говоря, когда подташнивает от жирного, это проблема с... С желчным пузырем. С желчным пузырем. И еще чувствительное поджелудочное. Поджелудочное железо, да. Вот как мне удержаться и не сожрать от жирного. Ну, а если с детства, например, подташнивает, это значит что? Ну, значит, с детства дисфункция печени и желчного пузыря. Нарушенный ферментный обмен. Ну, то есть, а в норме съедать пачку масла и хорошо себя чувствовать? В норме сжирать сколько хочется. Нет. В норме это кушать то, что полезно. В норме сжирать сколько хочется. Понятно. Ну, вот так мы каждый день, в принципе, в дискуссии находимся. Что поесть сегодня? Я говорю салатик, авокадо, манго, муж говорит, свинину, блины и масло. Жареная картошка на салю. И жареная картошка на салю. Вот так, ребята. Лучше на сливочном масле. Ну, покажем вам сейчас в итоге, что получилось. Если, конечно, он не съест все блины и что-то останется на стол. Для чая мы покупаем вот такую вот свежую мяту. Очень-очень вкусную. Но только если она свежая, если она не завидает. Поэтому съедать ее, выпивать нужно сразу же, как только вы ее приобретаете. Можно делать мохито, если кто-то очень любит такие холодные напитки. У нас уже там шипит чайник. Будем заваривать черный чай с мятой. Это разные процессы? Это херес, который нам привезли из Мадрида. Это наш знакомый. Но, к сожалению, муж говорит, что он слишком сладкий. Похож он на что? На разведенную карамельку. На разведенную карамельку. Растворенную в водке в карамельку. Но я все равно не могу такие штуки пить. Для меня все равно это слишком. Если вы знаете хорошую, качественную Мадеру, да, ты пьешь? Мадеру что? Мадеру или Херес, расскажите нам, где можно купить очень хорошую. И вот так, с такой скоростью, это все исчезает. Вот по столько штук. Несмотря на то, что половина уже была съедена в процессе жарки, это все исчезает с тарелок. Садитесь на диету, люди, это полезно. Со сметаной, с икрой. Ну, мы красную икру забыли купить. Вот наш чай заваренный с мятой. Ну что, всем приятного аппетита. Блины, кстати говоря, получились очень вкусные. Вот все, что осталось. Так что беру свои слова назад. Муж научил меня готовить тонкие вкусные блины. Ура! Спасибо большое, что вы были с нами. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok